День поля собрал сотни фермеров, руководителей хозяйств, глав районов, ученых, семеноводов, производителей техники. В общем, всех тех, кто так или иначе связан с аграрным сектором. У людей появилась возможность напрямую провести переговоры, решить все свои вопросы. В мероприятии принял участие губернатор Денис Паслер. Он отметил в аграрном крае сельхозпроизводство на первом месте. Объем поддержки у нас не снижается, даже растет. Мы говорили о мерах, которые мы вводили в предыдущие годы новых, такие как удобрения, субсидируемые удобрения, по мясному скотоводству, соответственно, компенсация за килограмм мяса выращенного. Но и все остальные приобретения техники, конечно же, все работают. Семена, удобрения, как я уже сказал, все эти направления важны. Аграрии ждут государственную поддержку. Благодаря ей увеличиваются объемы производства, улучшаются технологии. Только на обновление парка сельхозтехники в этом году направлено более 6 миллиардов рублей. В этом году у нас стоит задача приобрести не менее 400 тракторов, 230 комбайнов и 25 кормовырочных комбайнов. Ну и более 600 единиц другой техники. Но сегодня техника по тракторам уже более 350 приобрели. Я так думаю, августом эту тему мы закрываем, продолжаем работать. Приходится работать с лизингом. В первую очередь с нашей областной лизинговой компанией, которая при поддержке губернатора выделяется ежегодно средства на то, чтобы технику выделять под 3,5%. Ну и, конечно, с федеральным лизингом. Сжатова началась. Аграрии, несмотря на часто обильные дожди, убрали половину озимых площадей, которых в этом году более 800 тысяч гектаров. Урожайность земледельцев радует. В таких районах, как Осикеевский, Корманаевский, Базулухский и другие, каждый гектар приносит от 35 до 40 центнеров. Однако зерно приходится просушивать. Посадки мешают бывать. По озимам у нас предполагалось где-то в пределах 30 центнеров. Но в период опыления у нас прошли дожди, это озиморожье. Ну и колос пустой, получается где-то 15, 16, 17, ну поля разные. Несмотря на все трудности, земледельцы Оренбужьи планируют убрать весь хлеб, успешно его реализовать и увеличить озимый клинк под урожай уже следующего года. А чтобы все планы успешно сбывались, помогают вот такие дни поля. Александр Криволапов, Виктор Горшенев и Игорь Бероев. Новости дня.